Налоговый инспектор Жаловаться домочадцам на огромную арендную плату Но платить должны и владельцы съемного жилья В настоящее время в городе Минске состоит на учете Более 40 тысяч физических лиц, которые сдают наем помещения От указанной категории граждан в бюджет города Минска Поступило более 30 миллиардов рублей Также за истевший период 2015 года Налоговыми органами города Минска Было проведено более 440 проверок По выявлению граждан, сдающих наем жилые помещения На длительный срок без уплаты их налога В бюджет дополнительно поступило более 400 миллиардов рублей Съемочная группа «Добро пожаловаться» Вместе с налоговыми инспекторами Недавно отправилась в рейд по квартирам Добросовестная сдача которых подлежит сомнению Зловещий стук в дверь Предъявление удостоверения И неудобные вопросы в лоб К неожиданной проверке Многие квартиранты оказались просто не готовы И начинали паниковать Добрый день Добрый день Можно пройти? Зачем? Ну, все-таки Давайте подойдем А как что? Вопросы пару задать А может, мы скажем, что я не могу? А хорошо? Не убираю А я ничего страшного Походя на квартиру Я Вас посмотрела Я-то ее снимаю Кто снимает? Паль Так Не надо у меня Закройте дверь Однако Бояться ревизоров стоит вовсе не квартирантам С начала года налоговое законодательство нарушили 244 квартира с датчика Всего же делиться жильем за деньги в столице готовы почти 44 тысячи минчан И часть такого дохода, как и в любом бизнесе, оседает в казну государства Так сколько же платить? Ставка подоходного налога зависит от экономика планировочных зон, на которые делится город К примеру, сдача комнаты в Малиновке обойдется владельцу в 170 тысяч рублей ежемесячно Заметьте, речь идет о каждой комнате Налоговыми органами постоянно проводятся контрольные мероприятия по выявлению физических лиц, сдающих в наем помещении без уплаты налогов В случае выявления данных физических лиц, собственник жилого помещения исчисляется и предъявляется к уплате на основании материала проверки Подоходный налог фиксированных суммах И собственные квартиры привлекаются также в соответствии с кодексом об административном правонарушении и административной ответственности Черный список нелегалов регулярно пополняется с помощью анализа объявлений в интернете и доносов сердобольных соседей Ситуация с неплательщиками, как утверждают специалисты, с каждым годом выравнивается Однако незваные гости в лице инспекторов запоминаются надолго Здравствуйте, налоговая инспекция И в завершении сюжета небольшая ремарка Хороший дом, хорошая машина, хороший счет в банке Что еще надо, чтобы встретить налогового инспектора?